В Бурятии закрылись шесть шаурмичных. В ОНОД усилили работу по отлову безнадзорных животных. На площади Советов проходит фестиваль фермерской продукции «Свое». Начнем с дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии. Так, вчера на улице Чертенкова перевернулась машина. Дайхатсу поворачивал налево, в этот момент пошел на обгон Марк-2. В ДТП пострадали трое. Сегодня в 105-м квартале перевернулся грузовик. По предварительной информации он пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где врезался в Тойота РАВ-4. Пострадавших нет. В Тункинском районе загорелся автомобиль во время похорон. На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел изнутри. Для тушения возгорания потребовалось две минуты. В результате пожара изнутри выгорел автомобиль на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Автомобиль двигался на низкой скорости в траурной колонии, когда водитель почувствовал запах бензина. После чего сразу же остановился на обочине. 6 сентября в Хабанском районе заблудился местный житель. Мужчина отправился в лес собирать дикоросы, но к вечеру так и не вернулся. Поиски длились сутки. Накануне днем мужчину обнаружили в 16 километрах от города Бабушкин. Он шел в противоположном от дома направлении. Сборщик дикоросов не нуждался в медицинской помощи. С 24 августа по 7 сентября Роспотребнадзор проверил шаурмичные бурятии. Всего проверено 6 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на 6 объектах общественного питания. Во всех были выявлены грубые нарушения требования санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, в части отсутствие систем водоснабжения и водоотведения, нарушение по точности сырой и готовой продукции, неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, отсутствие производственного контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, нарушение сроков прохождения медицинских осмотров и другое. Работа всех шести шаурмичных была приостановлена. 21-летнюю четинку обвинили в госизмене. Выяснилось, что девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который служит в пограничной службе Украины. По его просьбе она фотографировала и снимала на видеоэшелоны военной техники, после чего отправляла записи. Девушка рассчитывала со временем уехать на территорию Украины, ожидая поступления денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. Бурятские таможенники не дали вывезти из России старинные монеты. В пепельнице между водительским и пассажирским сидением таможенники обнаружили завернутые в салфетку старинные монеты. Семь медных номиналом две копейки и одну серебряную номиналом десять копеек. Экспертиза установила, что они отчеканины в Российской империи. С наступлением холодов без надзорных животных на улицах Улан-Удэ становится больше. Те же дачники оставляют своих питомцев без присмотра. При этом во время собачьих свадеб животные сбиваются в стаи, ведут себя агрессивно и в любой момент могут напасть на прохожего. Только в прошлом году поймали почти 4000 особей. В каждом районе Улан-Удэ ежедневно работают три бригады по отлову собак. Благодаря такой работе четвероногих в городе стало заметно меньше, уверяет в Комитете городского хозяйства. Ну вот 1 сентября, к счастью, прошло без всяких цесов и на собак сейчас никто особо не жалуется. Ну в целом граждане перестали жаловаться на живот. У нас и количество обращений снижается. Поэтому работа эта идет, она идет планомерно. Сейчас в Улан-Удэ насчитывается 47 тысяч частных домовладений и почти в каждом из них держат собак. Многие хозяева выпускают своих питомцев на самовыгул. Их-то и отлавливают специалисты. Сейчас в приютах содержится около 2000 особей. Алексей Цыдянов дал интервью советнику главы ДНР. Поговорить удалось о земляках, о бурятии и о проведении специальной военной операции. Руководитель региона отметил, республика очень сплотилась, оказывая помощь бойцам. Бабушки вязали носки, фермеры сдавали мясо. Просто люди из деревьев сдавали мясо. 15 тонн мясо сдали. 20 тысяч банок сделали тушенки, которые им флатула на передовую. Помогают не только бойцам, но и их семьям. Например, предоставляют дрова и уголь. Дети военнослужащих теперь зачисляются в детские сады и школы в первую очередь. А в вузах ввели квоты на бесплатное образование. Огромное спасибо Алексею Самбуловичу за поддержку участников СВО и их семей. Жителям республики огромное спасибо за поддержку, за гуманитарную помощь. Речь шла и о Старобешевском районе ДНР. Напомним, Бурятия взяла шефство над его восстановлением. Многие социальные объекты там находятся в плачевном состоянии. Большинство не ремонтировали с момента постройки. А это 60-е годы. Кроме того, детям оттуда уже второй год подряд организовывают отдых на побережье Байкала. Мы очень сдружились с республикой Бурятия. В прошлом году были организованы две поездки в Бурятию для наших детей. 100 школьников и 10 педагогов побывали в Бурятии. Увидели священное озеро Байкал. В этом году также 100 детей и 10 педагогов отправились в Бурятию. Анастасия Брянская, программа «Вместе» телеканал «Мир Байкал». На главной площади Улан-Удэ вновь проходит фестиваль фермерской продукции «Свое». На прилавках для жителей Бурятии ее гостей все. Мясо, рыба, сыры ручной работы, овощи, фрукты и даже микрозелень, которая в последнее время активно набирает популярность. Те, кто следят за здоровьем особенно, они прямо ищут наш продукт. Выращивают это все в условиях города, на специальных стеллажах, использованием системы гидропоники. Можете кушать просто так, можете в салаты использовать, сэндвичи. Как ваша фантазия вам позволит. Фестиваль проходит уже в третий раз. В этом году он собрал более 70 фермеров со всей Бурятии. Главное условие в участии – экологически чистая продукция. «Мы гордимся, что наши жители и гости нашей столицы имеют прекрасную возможность посетить и купить то, что они хотят, то, что нужно. А я, в свою очередь, пришел сюда и, конечно же, у земляков своих кижингинцев взял сыр, купил и вот это арса с йогуртом, который натуральный, попробуем». «В прошлом году было там почти 42 тысячи посетителей, но в этом году, я думаю, даже больше будет, потому что уже, как говорится, это уже разрекламированные постоянные мероприятия, и уже жители заранее знают о том, что будет проходить на этой площади». В этом году Улан-Удэ – единственный город в России, где проводится подобный фестиваль. «Можно увидеть все, что производится в республике. Мы же не всегда видим тех, кто трудится, постоянно собирает вот это самое дикоросы, кто выращивает овощи. Замечательное мероприятие». Также у тех, кто приобрел товар на сумму более полутора тысяч рублей, есть возможность выиграть барана. В общей сложности разыграют шесть овец. Фестиваль проходит на площади Советов и продлится до 9 августа включительно. Возрастное ограничение – ноль плюс. Эдуард Жамсаранов, Немароднаев, программа «Вместе», Мир Байкал. Жители Бурятии более трех тысяч раз взяли дальневосточный гектар. Договоры заключались с июля 2019 года. Программа появилась для социально-экономического подъема Дальнего Востока. Суммарно в округе ей воспользовались уже 100 тысяч человек. В основном берут для строительства жилья и сельхозпроизводство. В рамках военной операции на участки также могут рассчитывать и военнослужащие. Подать заявление на землю можно через информационную сеть на дальневосток.рф, а также органы Росреестра. В Бурятии состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная борьбе с инсультом. Десятки врачей из различных регионов России приняли участие в мероприятии, либо находясь непосредственно в конференц-зале, либо удаленно. На этих конференциях вы можете подчеркнуть самые свежие знания, познакомиться, обменяться опытом. Более того, обычно такие конференции сопровождаются видео. Мы показываем, как мы оперируем. Не только как мы теоретически рассуждаем, как мы могли бы, а как это делается реально. Региональный сосудистый центр в Бурятии основали 10 лет назад. За это время было осмотрено более 12 тысяч человек с подозрением на инсульт, смертность от которого занимает второе место после инфаркта миокарда. Однако в последнее время она снижается. Совсем еще недавно мы понятия не имели, что такое тромболизис при инсульте ишемическом, что такое тромбоэкстракция. Сегодня мы это делаем, успешно делаем. Программа мероприятия предусматривала рассмотрение широкого спектра вопросов. От сугубо клинических проблем до различных тактик и методик эндоскопической хирургии. Это все направлено на улучшение оказания помощи больным с такой сложной патологией, как инсульт. Уважаемые земляки, всем желаем быть здоровыми и соблюдать меры профилактики. Конференцию провели в рамках нацпроекта здравоохранения. После окончания теоретической части участники встретились на мастер-классах. Улан-Удэ продолжает озеленять. Только за три года было высажено около 100 тысяч саженцев, из которых 82% прижилось. Этой осенью планируют посадить еще 2000 деревьев – рябины, яблони, клёна, черемухи, боярышника и серебристого тополя. В городском питомнике сейчас выращивают около 4 тысяч кустарников. И в следующем году их все должны высадить. Мы сейчас в основном высаживаем яблони, тополь, ель, акация. То есть у нас сейчас там растет то, что растет быстро на улицах города. Ну а то, что растет медленно, мы, конечно, пока приобретаем. Высаживать деревья планируют не только в парках и скверах, но и на детских площадках, вдоль дорог и в зонах особо охраняемых территорий. С каждым годом Улан-Удэ становится ярче. В этом году подсветили визитную карточку города памятник гостеприимной Абурятии. Теперь она надевает новую одежду, а в руках появляется ходак. Также жители города стали делиться в интернете фотографиями с надписью «Улан-Удэ», которая красуется на горе Батарейная. Архитектурной подсветкой жители города смогут и любоваться и на Арбате. Все эти здания, которые здесь находятся, будут переливаться красивыми цветами и иллюминациями. Подсветку планируют сделать до конца этого года. Все здания, которые находятся на улицах Ленина, Кирова и Коммунистической, засияют новыми красками. На них установят светодиодные фонарики. Всего будет охвачено 63 здания. Из них 36 объектов культурного наследия. И Арчи станет не только в центральной части города, но и в отдаленных районах, где ранее никогда не было освещения. 101 мероприятие реализуем, мы их закончим. Общая сумма почти 30 миллионов рублей направлена на дополнительное освещение там, где его сейчас нет. Но, естественно, мы ставим его практически сразу светодиодным. Многим жителям не хватает подсветки в районах ЛВРЗ, 40-х кварталов, Левого берега и в микрорайоне Восточный. В 40-х кварталах может быть недостаточно, там густонаселенный район. Поэтому и всегда очень бывает многолюдно. Тоже хотелось бы. Наверное? Набережная. Там вообще мало. А, ну да. Да. Вокруг центра города, ну, не, конечно, на основных улицах, но и рядом с ними тоже зачастую не хватает подсветки. До конца этого года по всему городу установят 180 фонарей, 809 декоративных светильников и 9 анимированных щитов. Мария Синицына, Немар Аднаев, Мир Байкал. Спортивные и детские площадки, тренажеры, воркаут-зоны и многое другое. В Улан-Удэ продолжается реализация программы «Тысячи дворов» на Дальнем Востоке. Только в этом году построили шесть новых площадок. Четыре из них уже торжественно открыли. В каждом дворе установили современное оборудование с уникальным дизайном. Открыли вот вчера на Дивизке, станция дивизиона, первый участок, большую площадку. Туда выделили изначально три миллиона. Мэр, когда увидел картинку, сказал, нет, не пойдет. Добавил из городского бюджета еще четыре. Ну, и мы сделали там. Ну, там действительно она очень нужна. Мы долго не могли подступиться к этим землям, потому что земля Минобороны. Ну, вот получилось, ну, настолько она там пользуется ажиотажным просто спросом. Всего на обновление дворов в этом году из федерального бюджета выделили 56 миллионов рублей. В Филингенском районе приступили к Синокосу. Из-за отсутствия дождей в июле и низкой травы уборочную пришлось перенести на сентябрь. На поля вышла и техника, приобретенная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Семья Ачировых выиграла грант «Агростартап» на сумму 5 миллионов рублей. Приобрели трактор «Белорус», потом, значит, пресс-подборщик рулонный и 40 голов крупного рогатого скота. Закупленный скот породы казахской – белоголовый. Она неприхотлива к погодным условиям и дает большой привяз в мясе. Сейчас все силы направлены на заготовку сена, чтобы обеспечить стадо кормами зимой. Примерно где-то 100 голов, но рулонов 400-500 надо. У фермеров сейчас горячая пора. Трактористы и механики – на вес золота. Утром встал, посмотрел, да, что где прослабило, подкрутил, подтянул. Все, он где-нибудь будет работать. Не будет кабризничать. Он меня не подведет. Я знаю. Это я точно знаю, что не подведет. А так, ничего, можно работать. Главное, чтобы было желание работать. А оно есть? Да, конечно. Без желания какая была бы работа. Впереди у фермеров большая работа. В ближайшее время нужно построить телятник. Ну а пока уборочная страда в самом разгаре. Главное, чтобы погода не подвела. Надежда Хлыстова, Немародная. Специально для программы «Вместе». Мир Байкал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин